Вспомните, может вы уже забыли как дышать? Шел ежик, шел, забыл как дышать, сел, лег и умер. Этот эпиграф звучит особенно страшно и даже пророчески в конце 2020 года прошедшего под флагом коронавируса. Но именно поэтому я и решил подготовить этот материал, чтобы дать понять людям, как уже переболевшим, так и тем, кому это только предстоит. А предстоит, что в значительной степени тяжесть заболевания и его исход, и профилактика, всяких осложнений, и восстановление легких послеперенесенных легочных заболеваний, в том числе и вызванных коронавирусом, зависит от того, насколько функциональна и здорова дыхательная система изначально. Вы, наверное, сильно удивитесь, если я скажу, что абсолютное большинство современных людей не умеет дышать. Нет, ну не совсем так, чтобы как ежик из эпиграфа. Но так, что их дыхание даже не покрывает в полной мере запросы организма. Скорее всего, и вы тоже не умеете дышать. А вернее, не умеете использовать саму данность этого дыхания, подаренную при рождении, так как это на самом деле изначально было задумано. Я предвосхищаю ваши возмущения, удивления и раздражения. Но давайте я попробую объяснить, что я имею в виду. И, может быть, вы согласитесь с моим тезисом относительно неумения дышать. Итак, кто бы что ни говорил, но огромную часть своего времени современный человек, если только он не спортсмен, в том виде спорта, где требуется большая жизненная емкость легких, не задействует свои легкие в акте дыхания в полном объеме. Да ему это и не нужно, так как для повседневной деятельности и работы ему достаточно совершать лишь незначительные экскурсии грудной клетки и сокращение диафрагмы, обеспечивая минимально необходимый приток с кислорода такими вот поверхностными дыхательными циклами. А так, оказывается, для быта и большинства видов занятости требуется кислорода не так уж и много. В связи с этим, огромная часть легочной ткани, оказавшись невостребованной, работает крайне неэффективно. А то и вовсе перестает работать за ненадобностью. А что происходит в организме человека с неработающими органами и тканями? Правильно, они разучиваются работать эффективно и атрофируются. Рот зажми, не дыши, воздух кончится, скажешь. Все, понял, зажимаю. Все, кончился воздух. И вот когда возникает необходимость повысить эффективность дыхания, то оказывается, что даже при наличии всех необходимых для этой компенсации компонентов, достаточное количество воздуха и кислорода в нем, сохранение легочной ткани и дыхательных путей, выявляется отсутствие необходимых тренированных механизмов, которые позволили бы увеличить эффективность дыхания. А состояние ткани легкого не способно обеспечить качественную его работу и достаточный газообмен. Вот и получается, что ткань, орган и система в целом просто разучились и даже потеряли способность правильно и эффективно работать. То есть человек забыл, как правильно дышать. Нет, ну вдох и выдох он делает в состоянии. Может даже при необходимости увеличить частоту дыхания и даже незначительно глубину вдоха. Но вот эффективно и полноценно увеличить жизненную емкость, газообмен и насыщение крови кислородом он не может. Поэтому я думаю вы поняли, что это большая проблема, неэффективность дыхания. Ее можно на самом деле очень быстро повысить. Работает это буквально с первых занятий, с первых упражнений. Просто надо знать, как это делать. Есть масса дыхательных практик, самых разных, которые были для этого придуманы и для чего-то другого. Это йогические практики, различные типы дыхания, разные авторские, как типа дыхание Пострельникова или как-нибудь еще. Но для того, чтобы мобилизовать максимально жизненную емкость легких, мобилизовать всю легочную ткань, увеличить оксигенацию и повысить сатурацию, я разработал свой метод, который очень прост, он быстр, абсолютно понятен, занимает мало времени и эффект будет практически сразу. Так что обязательно посмотрите, о чем я буду говорить. Пройдите по ссылке вниз и там все прочитаете, что и как. С вами был ваш любимый доктор, доктор Шилов. Пока.